Вопросы? Вопросы у вас есть. Они у вас будут перед глазами или мне надо будет диктовать их? Не слышу ответа. Лучше диктовать, наверное. Я могу продиктовать, но это просто долго будет. По два вопроса в билете. Давайте мы распечатаем каждый и перед собой будем иметь, если так удобно будет. Если сможете распечатать, потому что не каждый же может распечатать. Нет возможности распечатать. Кто сможет, распечатайте, кто не может, придется диктовать. Первым получившим вопросы дается время, поскольку это экзамен, 20 минут на подготовку. А дальше следующие отвечают по очереди. Если вы задерживаетесь на входе, будем так называть, в класс для подготовки к экзамену, это ваши проблемы, вы их создаете сами для себя. То есть я вам дополнительное время на подготовку не имею возможности дать. У вас во сколько экзамен завтра? У вас завтра экзамен? В 12.20. Ну вот в 12.20. А у меня с 9 часов будет еще один экзамен идти. Практически без перерыва. То есть я до самого вечера принимать экзамен не могу. Физически не могу. Ну и не положено. Есть отведенное время на это. Поэтому постарайтесь укладываться в это отведенное время. Еще один момент. Это он уже наработан с опытом проведения предыдущих экзаменов. Если студент исчезает из поля зрения, у него там отключается камера и надолго отключается, то после того, как он вновь появится в классе, он получит другой билет, другие вопросы. Поэтому не хитрите, ведите себя достойно. Одну минуту. Извините, звонок был. Значит, вот такие вот условия проведения экзамена. Теперь ваши вопросы, пожалуйста. И еще я предупреждаю и сейчас, и на самом экзамене, что будет вестись запись экзамена, видеозапись. И обязательно на экзамене присутствует наблюдатель. Я не помню, кто у меня наблюдатель на экзамене завтра, но я посмотрю. У нас есть список, присланный учебным отделом. Поэтому, ну опять-таки, призываю вас вести достойно себя. Как готовиться, обязательно надо знать все определения. Их не так много для этой дисциплины. Мы их все рассмотрели. Они у вас записаны. Их надо обязательно знать на память. Студенты второго курса, очного отделения, они, в общем-то, посчитали, что раз экзамен идет в дистанционном формате, то это им позволяет списывать. Ну, как сказать списывать? Все равно ведь понятно. Тем более, что вы у меня не первые, а то ли пятые, то ли шестые уже будете сдавать. Я уже насмотрелась на студентов. Поэтому опять третий раз призываю вас, ведите себя достойно. Надежда Николаевна, можно вопрос? Да. Можем ли мы завтра сдавать не по порядку, не по алфавитному порядку? Это ваше дело. Я тут не буду никаких условий ставить. Это ваше дело. Как договоритесь, так и сдавайте. То есть первые четыре человека заходят, один сдал, выходят из беседы. Сразу постарайтесь, чтобы следующий заходил. Потому что очень много времени тратится на выяснение того, кто должен в следующий зайти. Эти оставшиеся трое не могут отвечать мне, пока я не усажу следующего студента и не продиктую ему вопросы. Понимаете, времени очень много уходит на дистанционные экзамены из-за нерасторопности студентов. И как-то все-таки надо себя более мобильно вести. Вот я хотела войти, вот я жду. А зачем ждать? Вы следите, вышел человек, заходите сразу. А вы же хотите пообщаться и узнать. Ну, какие вопросы там задавали, какие вопросы попались и так далее. Вас в группе не так много. Вопросы повторяться, скорее всего, не будут. Поэтому какой смысл узнавать? Надежда Николаевна, вы уже говорили, что у вас несколько экзаменов было. Вот по вашему опыту, какая основная ошибка учеников, экзаменов? Ну, я думаю, что это расчет на то, что получится списать. Вот кто на заочном отделении бакалавр, бакалавриат первый курс, кто на это рассчитывал, они получили двое, двойки. Ну, я одному из них, молодой человек был, я ему сказала, вы меня извините, но ведь у меня же, наверное, опыт есть уже. И не только вот дистанционного экзаменования, но и обычного. А он говорит, да, я на сайте посмотрел, у вас приличный возраст. Я говорю, ну, если вы посмотрели, если вы поняли, что я уже просто старая и опытная, многоопытная, почему вы это не учли? Вот это тоже ошибка студентов, извините меня. Какой мне смысл принимать и ставить положительные баллы за то, что студент непорядочно себя ведет, в том числе по отношению ко мне? Мое предназначение обеспечить качество образования. А вот факт списывания вы, получается, визуально определяете? Нет, они же оба не могли нормально сесть, понимаете? Они чуть не по полчаса каждый отняли. По ответу определяю, по характеру, по содержанию ответа. Ну, еще по некоторым я не буду сейчас раскрывать все. Там было ясно, что ответы не самостоятельные. И когда я стала задавать вопросы, ни на один вопрос, конечно, ответа не последовало. А вопросы я задавала уже чисто для себя, чтобы не ошибиться в оценивании. Ну, так оно и вышло. Они же согласились. В среднем сколько должен длиться ответ? Ну, он, знаете, он должен быть конкретным. И по существу. Вот если вы даете информацию, которая не относится к вашему вопросу, то зачем время отнимать и у себя, и у меня, и у других, которые за вашей спиной стоят, ждут, дышат вам в спину, а вы сидите и говорите, говорите, лишь бы время занять. По существу. То, что не относится к вопросу, об этом говорить не надо. Есть, конечно, так называемые фоновые знания, но они тоже должны быть лаконичными. Вот до вас 15-го числа в понедельник сдавали магистранты этот же предмет, физмат, там цифровое образование. Я считаю, они прилично сдали, там две тройки, они согласились с этими баллами. Потом там четыре пятерки и семь четверок было. Один не явился, но он в армии. Это уважительная причина. Они прилично подготовились. По ходу подготовки к ответу записи можно делать для себя? Конечно, конечно, всегда разрешалось. Еще вопросы? Во время ответа не всегда всем удобно прямо в камеру смотреть. Допускается, если человек куда-то в сторону смотрит или перед собой? Хоть в потолок, хоть в потолок. Но если вы смотрите в одну и ту же точку и не в потолок, то, извините меня, все равно вопрос возникает. От имени всей группы скажу, что немножко сложно было за несколько дней всего лишь весь материал покрыть. Я понимаю вас, но дело в том, что, по-моему, 108 часов отводится на изучение всей этой дисциплины, а у нас с вами 6 часов занятий, наверное, было, да? Вот представьте себе, 108 минус 6 и минус еще, ну, наверное, я не помню, 4 или 6 часов, 4 часа на экзамен считается, 4 академических. Я не помню, это зависит от количества студентов. И тогда получается 90 с чем-то часов на самостоятельную работу. Конечно, сложно. Просто я надеюсь, этот факт вы примете во внимание во время. Нет, вы понимаете, дело в том, что, когда вы поступали, вы же понимали, что заочное обучение отличается от очного. Вы принимали этот факт во внимание, когда поступали? Да, безусловно. Вот, поэтому вы же знаете, что на заочном обучении там большая часть работы выносится на самостоятельную работу. Сейчас вообще во всем мире усиливается самостоятельность в обучении. Во всем мире. Почему? Потому что, если раньше был лозунг обучение на всю жизнь или образование на всю жизнь, то сейчас образование через всю жизнь. То есть, пока мы работаем, пока мы живы, мы должны заниматься самообразованием и саморазвитием. Иначе мы становимся аутсайдерами. Причем во многих сферах нашей жизнедеятельности. К сожалению, так. Сейчас от нас, к нам очень высокие требования предъявляются. Не все это понимают, не все осознают. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли и чтобы вы были успешными. Если вы будете сами себя жалеть, вот я вчера закончила, нет, даже не закончила, сегодня продолжаю подводить итоги того, сколько я собрала статей и тезисов студенческих в сборнике. 114 статей и 227 тезисных работ. Представляете, вот волосы дыбом встают и думаю, как мне это все отредактировать. 227 по одной странице, уже 227 страниц. И 114 там от двух до четырех страниц. Представляете объем? Ну, 500-600 страниц надо срочно отредактировать. Меня никто жалеть не будет. Никто мне сочувствовать не будет. Общество становится, ну, жестким сказать, это мягко, а жестоким это жестко. Вы книги, которые я вам список составила, нашли в интернете? Или не искали? Если честно, там не все есть в свободном доступе и не полностью. Я пыталась найти, но не получилось многие найти. Ну, хоть какие-то нашли? Там буквально одна книга. Забыла, как называется. Сейчас посмотрю. Так, сейчас. Так, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Хуторской или Лазарев? Хуторской, педагогическая и Новатика. Ну, там немало есть материалов. У вас есть еще вопросы ко мне? Я хотела вас предупредить, поскольку в 9 часов у меня большая по количеству студентов группа и все туркмены, я могу до 12 и не уложиться. Вы меня ждите. Вы меня ждите. Не звоните. Я как только с ними закончу, я открою эту команду. И мы начнем с вами экзамен. Хорошо? Я, конечно, постараюсь побыстрее, но они же очень плохо говорят на русском языке, поэтому там такой заторможенный будет экзамен. У меня четыре группы таких. Есть еще вопросы? Надежда Николаевна, что посоветуете вот эту вот ночь? Заниматься или отдохнуть перед экзаменом? Это ваша должна быть особенность. У кого как? У кого как? Ладно, постараемся завтра выложиться. Надо, чтобы выложиться, надо поработать. Все хорошо в меру. Если, как говорят, три дня спячки, одна ночь горячки, она вас тоже не выручит. Надо было заранее и стабильно заниматься. Нет, вот эти несколько дней мы занимались наряду с другими предметами. Будем надеяться, что не зря вы занимались. Спасибо большое. Не за что. Успехов вам. Как говорят, ни пуха, ни пера. Куда меня надо послать? К черту? Конечно, конечно. Все, я туда пошла. Если вопросов нет, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин. Продолжение следует...